здравствуйте дорогие друзья сегодня мы находимся в таком месте где нету к сожалению сотовой связи вместо эфира мы записываем видео которые вам и загружаем мы сегодня выходной день зинаида зинаида привет друзья я очень рада вас видеть на побережье азовского моря мыска за тип и сегодня в такой уже по-настоящему летний день я хочу вам рассказать немножко о позициях которые художник начинающий художник начинает выбирать для своего рисования потому что очень часто не совпадает вид перед глазами которые вы видите и тогда когда вы садитесь тоже это можете не видеть бывают очень часто искажения по линии горизонта бывает времени суток которые вам например не подходит поэтому всегда рекомендуется например море рисовать как можно раньше на рассвете а потом вечером при закате но сегодня у нас день у нас разгар мы сидим посредине такой шикарной бухты который мы можем сами ей дать название потому что название то не есть мы что мы не знаем мы не знаем этого названия вот а я когда мы шли говорила татьяне о том что как выбирать бывают виды очень впечатляющие бывают виды виды более плохо просматриваемые и здесь должна сказать что здесь очень интересная вид с левой стороны обратить внимание солнца у нас да против солнца у нас мы видим обрыв со скалами они темные посмотрите теневые тени длинные внизу видно да а море по сравнению со скалами намного светлее поэтому если вы хотите на таком контрасте нарисовать море очень вам это подойдет а вот с правой стороны ну вот там тоже смотрю исследователи есть наоборот море темнее а скалы светлее более теплые скалы вот так вот эта позиция и такая такая очень хороша потом мы сидим на возвышенности как правило художники сидят сам внизу ну вот если вы придете рисовать вы конечно же спуститесь до самого пляжа и будете там рисовать происходит небольшое искажение здесь очень грамотно нужно понять где распределять нам линию горизонта да то есть вы можете нарисовать ее очень высоко оставь вверху одну треть воздуха или небо или наоборот сместить чуть ниже и самое главное вы должны задать что вы хотите вот такой вопрос что вы хотите нарисовать в акварельной технике существует как работа по суровому и сухому техник технических приемов очень много в акварели но самое главное если вы начинающий художник старайтесь писать как можно светлее вот эта особенность светлее или темнее очень часто нарушается у наших художников то есть потом более темные очертания какие-то теневые мы делаем буквально чуть ли не одной водой потому что вот эти вот расщелинки они прекрасно нам показывают что это вот такие вот каменный уступ вот какие же здесь выбрать цвета потому что когда начинаем рисовать такие вот оттенки надо знать каким цветом мы должны подбирать здесь цветовую базу так вот давайте посмотрим на цвет камней танечка видите вот цвет камня который вот здесь вот высокий такой напоминающий там палец или такую фигуру чью-то как вы думаете каким цветом здесь нужно набирать камень начинаешь но давайте я наверное так и продолжу да или вы будете отвечать но вы спрашиваете но мне кажется этот цвет охры какой-то свет с белилами свету и белил здесь нет но светлый очень серый значит в акварели серый цвет очень простой поэтому здесь нужно брать лимонный и черный у вас будет вот этот цвет а вот там оранжевый цвет вы добавляете в траву добавляете травянистую зелень и фиолетовый цвет вот а вот в гладь воды надо помнить что самая-самая кромка не должна быть самая темная хотя она кажется самая темная иначе будет на картине сильно резать вверх небо от воды из вот дальше можно сделать вот смотрите видите как вот чуть-чуть отступить и сделайте дальше здесь у меня еще работа не закончена я хотела показать здесь водичку волны да здесь нужно переписать море более коричневым вот в этом месте вот и опять же это тренировочный этюд тренировочный этюд и давайте я вам еще сейчас сразу покажу а где сейчас я подождите я подам вам сейчас далеко сейчас я достану я пока вам покажу и скажу мы находимся на берегу азовского моря это казантип сейчас мы не совсем на казантипе мы наоборот влево за бухтой космонавта так называемый там очень много людей сегодня выходной вот день а мы нашли такую маленькую бухту подальше тихо значит это я рисовала с левой стороны это расписки так называемые это бумага не очень дорогая это позволяет художнику после большого перерыва у меня был большой перерыв чтобы нарисовать свою работу жалко что здесь упала кисточку у меня от ветра но цвета добраны здесь ведь и коричневый охра и фиолетовый немножко красиво это только для кончика здесь не получится закончить потому что упала и не заметно и что нет заметно очень заметно в акварели это пятно считается больше это брак поэтому я не стал доделать эту работу значит когда вы рисуете рисуйте не в полную силу старайтесь вы рисовать что-то не сильно большое а работу берите ориентируйтесь примерно на формат листа а4 или давайте вот я на формат листа опять прямо сейчас делаю вам быстрый этюд расти хотите покажу вам как у нас же не прямой эфир мы запись делаем я забыла что у нас здесь нет связи так сожалению значит мы можем на контрасте давайте вот там решили мы сделать посмотрите какая выемка интересно да видно да мы и вот сейчас вот ее возьмем кстати мне эта бумага для вас для постели ну ничего она тонированная значит я глазками туда-сюда я делаю сейчас это называется абрис общий абрис тот который мне нужно запечатлеть дальше я делаю выступы то есть камень нужно нарисовать с выступами где свет вот я обозначаю свет и тень вот камень здесь вот так вот я поняла вы поняли да вот эту пирамидку да 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 вот здесь вот камень то есть здесь свет здесь здесь а здесь немножко вот такая вот лепешечка то есть вот это а все остальное будет в тени дальше мы идем сюда и продолжаем вдалеке у нас с вами тоже некая скала опять же она где-то светлые части и мы обозначаем вот такими вот выпуклыми кранями для того чтобы нам понять где линия света и тени здесь я делаю линию горизонта для моря конечно мы можем мы видим там чайку мы можем чайку нарисовать или тогда я взяла с собой темперу например темпер у меня белила есть и чайку мы можем вот здесь расположить потом потому что чайки это тоже образ моря вот теперь я делаю таким образом я рисую небо небо буквально недавно вот полчаса назад изменился она была внизу более желтым сейчас небо внизу более розоватым распределение света это из-за смещения солнца розоватость переходит такой красивый нежный ультрамариновый цвет но чистым цветом не пишем поэтому для начинающих художников делайте поочередно вот я смочила свою работу посмотрите вот убрала лишнюю воду потом беру другую кисточку который буду писать и я понимаю что мне нужно или сверху растянуть вниз или снизу растянуть вверх то есть для начинающих художников я советую снизу то есть я беру какой-то розовый цвет розовый немножко серым становимся столб что продолжать да я немножко зелахи на кредон розовый добавила чуть-чуть черного цвета и немножко держу под наклоном потом начинаю выводить уже цвет стараемся до чтобы потому что на самом деле не чтобы у нас такое бледненькое мы его немного показаны мы понимаем что вверху небо должно быть более темно чем внизу когда мы переворачиваем работу мы смотрим чтобы у нас не было потеков мы их убираем особенно важно чтобы высохла линия горизонта видите у меня она сейчас намоченная и у меня море сейчас может поползти наверх поэтому что я делаю отжимая кисточку и высушиваю кистью самое интересное влажность воздуха моря такая что ждать милости от солнца приходится долго потому что здесь у нас пока условия камера меня в руках не оставить ничего на скорой жить и там пока он какой красивый у нас шар а вот шатер посмотрите друзья видите у нас такая позиция таким шаром там очень внутри хороший звук интересный вот такая вот у нас конструкция есть теперь мы начинаем рисовать море море здесь рисуется более светлое чем скалы поэтому посмотрите у нас немного море они примерно конечно вот если прищурится сразу видно что скалы намного теплее значит мы берем какой цвет мы берем здесь изумрудный цвет синий цвет и вот здесь вот о чем я говорю вначале не должно быть очень темная вот видите как сохнет долго здесь да это специально я сделала что было да а потом уже синего добавляю немножко если обратить у нас море сине зеленое да там есть такие полосы конечно можете пожелание сделать сами как хотите более контрастно наверно да и были да да я были нежные совсем тонкий например более темные могут идти с правой стороны а более светлые сюда надо здесь хорошо будет смотреться наши каменные вот эти уступы да вот так смотрите и вот таким образом мы передвигаемся ниже смотрим чтобы у нас не было здесь затеков вот это очень важно затеки всегда очень пачкают нашу работу если я кида что умеет ну затеки вас водой не вот затек видно да вот сюда я добавляю охру почему потому что если посмотрите на море увидите что здесь очень светлое пятно правда смотрите и светло да мы дальше идем вот сюда пройдем прогуляемся вот стараемся какой-то цвет добавлять обязательно потому что без этого без поддержки цвета получается очень монотонный цвет сейчас я делаю вот сюда и выхожу вот сюда дальше я дальше делаю наш отжимая кисточку потому что здесь тоже должно быть нет не кнопочками надо зажимами ну а жимы зажимы ведь не хватает размер размер да конечно здесь внизу посмотрите более фиолетовый цвет вы видите синий зелё такой изумрудно фиолетовый почему потому что здесь идет водоросли на дне и они дают вот такой оттенок все время мы смотрим наблюдаем за морем где-то более изумрудное где-то более коричневый цвет вот сейчас вот я вижу больше коричневого цвета потому что у берега вот здесь фиолетовый коричневый цвет и вот сейчас я его завершить светлые вот да я вот это все убираю вот аккуратненько вот и теперь я сделаю вот такой прием смотрите водичкой сбрызгиваю вот посмотрите много это делать не нужно и получается очень интересная такая вот позиция посмотрите красиво самое главное следите чтобы не было затеков не остается нам в этом этюде нарисовать набрать наши скалы начинаем с самого светлых частей мы берем лимонный черный помните я вам говорила до лимонный черный это вот такой вот и немножко оранжевого добавляем сюда и вот у нас получится цвет посмотрите какой вот такой вот такой цвет скал посмотрите какой он видите очень похож но им одинаково делать не надо поэтому я беру где-то немножко сереневатый цвет вот светленький сделала а теперь буду делать уже темные оттенки да немножко сюда посветлее да где-то поярче по поактивнее дам цвет пусть он будет более такой оранжевый жизнерадостный рядом с этим море иногда художник добавляет что-то от себя потому что все очень делать гамму хочется всегда как-то добавить что-то в нее но теперь мы набираем уже черный фиолетовый это у нас теневая сторона и как интересно у нас изумрудный то есть фиолетовый где у нас лиловый лиловый куда ты меня делся вот фиолетовый лиловый не вижу где вот он лиловый лиловый фиолетовый черный и вот теперь мы делаем уже очень темную сторону камней все время добавляем какого-то цвета что мы тут еще не приспособились таким планерным зависов ком нужно взять на крепеж все это мы делаем что у нас да сегодня у нас расписка это пока вот скажем набросочки такие на расписалась а потом будем ходить уже записывать для вас красивые виды а потом лучше всего приезжаете ходите вместе с нами да приходите ко мне на пленэр мы вместе с вами будем рисовать очень красивые места здесь очень много мест для путешествий совсем нет недалеко от дачи буквально можно на велосипеде приехать и получить здесь массу удивительных открытий вот так все теперь остается нам что нарисовать можно сделать здесь в этом наборе белого цвета нету можно значит сделать водичкой маленькую маленькую это маленькая это маленькая где моя красочка сейчас красочку найдем все надо все походные вам уже готовить для сломеров набор чтобы все нужно в коробочку мы не привезла я очень много везла вещей вот она вот чайечка сейчас я черный клювик делаю обязательно просто белым цветом ой я открываю извините вот так наверно этот год у нас с вами пленэр будет ходить записывать и рисовать мне так кажется почему-то как никогда а почему не знаю мы уже с этого начали главное начать и втянута посмотрите какая чайка ой да и хорошо мне так нравится втянута и посмотрите как хорошо такой этюд смотрится он очень живой активный конечно здесь можно когда высохнет все можно дорисовать травушку мы на переднем плане травинки и это всегда дополняет и очень симпатично и говорит посмотрите на скалочки там же есть вот это вот тоже мы можем показать но потом вы дома же когда вы себя интересуете да я сфотографирую да хорошо всего вам доброго до сих пор